Здравствуйте, я Олег Погодин. Сегодня постараюсь поговорить о тех фильмах, которые я очень люблю, которые, ну, в силу этой любви, хотел бы вам порекомендовать посмотреть. Хотя я уверен, что все эти фильмы наверняка вы видели, но пересматривать их, мне кажется, необходимо. Рада была познакомиться. Прощайте, месье Люпен. Вы делаете большую ошибку. Не пытайся связать свою жизнь с моей. Со временем я превращу тебя в своего врага, а я этого не хочу. Ты слишком симпатичный для этого. Арсен Люпен такой же, вот, не знаю, от Робин Гуда. Таких персонажей было большое количество в литературе. И на экране. Все-таки человек, человек сомнительного рода занятий, мягко говоря. Но человек, для которого все-таки душевная привязанность, любовь, если хотите, благородство, какие-то определенные правила поведения, они важнее того, что делает человека его профессией негодяем. Они важнее наживы, они важнее амбиций в конечном итоге. Он готов пожертвовать даже своей славой ради сердечной правды. Это все философия. Вот, я прошу прощения, что я философствую, но мне очень трудно словесно и даже своими впечатлениями передать то волшебство, которое происходит на экране. Я куда больше боюсь другого человека. Кого? Тебя, Жозефина. Судьи были правы. Ты ведьма. Я поверил твоей сказке о родстве Скалиостро. Теперь все кончено. Наоборот, любимый, все только начинается. Это не безупречный фильм. И с точки зрения сценария есть моменты, на мой взгляд, неоправданные, есть моменты натянутые, есть моменты банальные и даже почти на грани пошлости. Но французы редко вообще эту грань пересекают. Кстати, в данном случае тоже этого не случилось, благодаря прекрасной актерской игре и благодаря вот этому, опять-таки, изящному взгляду. Во всем фильме от начала до конца ты так или иначе находишься в границах государства под названием «Красота». Это красивый фильм. И у меня, поскольку фильм это авантюрный, у него нет никаких философских задач, у него нет никаких глобальных задач вообще. Этот фильм тоже развлекательный. Но в этом развлекательном фильме действуют люди, персонажи и актеры, которых играют, обладают таким очарованием, таким обаянием, что, я не знаю, я вот раз за четыре этот фильм посмотрел, вернусь к нему еще и, наверное, еще и еще. Я вор, грабитель. Пусть. Но я никогда не стану убийцей. Слышишь меня? Никогда. Причувствует душа моя, что воли звезд туманных и далеких, началом несказанных, бедствий будет ночной это празднество. Оно конец ускорит ненавистной жизни, что теплится в груди моей, послав мне безвременную злую смерть. Это бесконечно красивый фильм. Как, в общем, и все, что Зефирелли снял. Но здесь есть одна очень важная деталь. Самопроизведение Ромео Джоли – это произведение гениальное. Это бесспорно, собственно говоря, вряд ли кто-то с этим будет спорить. Но у каждого из нас встреча с Шекспиром происходит своя, по-своему. Но мало кому из нас удается встретиться, если можно так сказать, визуальной правдой, увидеть те места, увидеть то, где могли происходить эти события. Иногда вот такие конкретные указания, они, может быть, сужают чувственное восприятие, снижают его градус, сужают какие-то свои художественные переживания. Но в данном случае этого не происходит, потому что фильм бесконечно красивый. А пьеса, это, на мой взгляд, она необходимо должна быть красивой. Несмотря на всю кровь, на все страдания, на все, в общем-то, страшные события, почти у каждого, у меня во всяком случае, эта пьеса оставляет ощущение бесконечного гимна любви. Любви, которая все побеждает не в смысле в таком патетическом, а и в патетическом тоже, а которая действительно является ценностью абсолютной. И ничто рядом с этой любовью не важно, не интересно. Вот Зефирелли показал, насколько это интересно. Одна лишь в сердце ненависть жила. И вдруг она, любовь, во мне зажгла. О, но победить я это чувство не могу. Корю любовью к злейшему врагу. По этому фильму можно, мне кажется, сравнивать какое-то вот свое отношение к жизни. А так ли красиво я живу? А так ли красиво я чувствую? Потому что в конечном итоге, красиво не в смысле, конечно, там нынешнем иногда понимании гламурного, роскошного или там красивенького. А по-настоящему, когда за красоту момента можно отдать все остальное. Когда жизнь может закончиться вот сейчас, но она прекрасна, она совершенна. В мирах родился день и тянется на цыпочках вершин. Мне надо удалиться, чтобы жить или остаться и проститься жизнью. Я от этого фильма получил даже больше того, чем ожидал. Я посмотрел его, когда был совсем молодым человеком. Я только поступил тогда в театральный институт. Мне было 16 лет, 16 с половиной. То есть фактически я был в примерном возрасте исполнителя роли Ромео. Естественно, восприятие самого произведения литературного и представление о героях, оно меняется с годами. Но для меня до сих пор портретами Ромео Джульетта являются исполнители. Главных ролей Оливия Хасси тогда совершенно пронзила мое сердце и красотой, и убедительностью, и... В общем, всем тем, чем юная, прекрасная девушка может покорить молодого человека, мужчину вообще, и о чем, собственно говоря, у Шекспира и написано. Для меня очень важно, чтобы в произведении, которое этого достойно, присутствовала красота. Это может быть, ну, уже затертая фраза Достоевского о том, что красота спасет мир, я этой фразой дорожу. Я к этой мысли привязан, я ее приверженец. Но красота должна быть обязательно одухотворенной. Вот шекспировский... шекспировская пьеса, не только текст, все обстоятельства, вся история, но и, конечно, текст, они одухотворяют. Жадный! Все, все выпил сам, а мне не оставил даже каплю! Тебя я в губы поцелую. Хоть может, яд на них еще остался, он мне поможет умереть. В чем дело? Хотел убедиться, что все в порядке. Что в порядке? Проверял, жив ты или нет. Не хочется лежать в одной палате с трупом. Я не умер. Пока еще жив. Вот и радуйся. Восторг, такое ощущение счастья. Несмотря на то, что фильм, в общем, трагический. Но, вернее, не фильм, а развязка. Да и завязка и развязка. Ощущение восторга, возможности настоящего смеха сквозь слезы. И то, что называют словом катарсис, абсолютно точно. В финале фильма я помню, что при первом просмотре у меня в финале я вдруг смахнул слезу. Руди, я хотел сказать, я знаю, я понял. Бояться глупо. Название замечательное «Достучаться до небес». То есть любому человеку хотя бы раз в жизни, а многим из нас постоянно, хочется прорваться. Прорваться туда, в небо, вверх, где можно будет говорить о море в смысле беспредельности, в смысле сосредоточенности, покоя, в то же время наполненности. Но ради этого можно творить почти все, что угодно. Ну, конечно, без подлости и без убийств. Но почти все, что угодно ты можешь сделать, если все-таки это главная цель – пробиться. Пробиться туда-высь. Она будет вести тебя. Ты в конце концов обретешь это счастье. Вот когда тебе Швайгер падает, в конце концов, мертвый у моря, нет ощущения… Знаете, как в романах Достоевского для меня? Всегда сквозь какую-то боль, какой-то мрак, какую-то безысходность вдруг светит вот настоящий теплый манящий свет, к которому ты все равно придешь, он твой. Главное для меня все-таки вот это вот юношеское, даже почти мальчишеское стремление неуспокойности пробиться к самому-к самому главному. Чудо. Просто чудо. Господи, у меня даже водительских прав нет. Так висит и не лыс. Чем тоже замечательный этот фильм? Он абсолютно традиционен в ряду больших произведений художественных, любых, и литературы, и кино, и театров. Абсолютно простой, обычный человек в неординарных обстоятельствах или просто в очень сложных обстоятельствах, в жестких обстоятельствах может проявиться по-разному. Он может сломаться, он может исчезнуть, он может закрыться, а он может победить мир. И вот в этом фильме он побеждает мир. Они побеждают мир, конечно, вдвоем. Кстати, это тоже здорово, что в одиночестве человеку, как правило, не удается это сделать. И то, что их двое, это тоже очень серьезная правда. А опять-таки, и я пересматриваю этот фильм, и могу советовать пересматривать этот фильм для того, чтобы издирать с души вот эту вот нашу бытовую заскорузлость нынешнюю. Когда кажется, что, опять вот, измы пошли, но тем не менее эпоха потребления, когда, в принципе, мы можем уйти уже, ну, совсем такое жительство в хлебу. В очень комфортном, в каком-то смысле, там, уютном, хотя хлеб трудно назовет южным. Вот, нельзя. Нужно смотреть, вот, все-таки нужно стараться видеть что-то главное. Этот фильм абсолютно точно может помочь увидеть главное. У меня руки замерзли. И у тебя тоже. Становится теплее. So beautiful. Ты очень красивая. Beautiful. Ты тоже. У меня висарский историй талона. Вот в этом соединении нет никакой натянутости. В этом пересказе Ромео и Джульетты на современный язык, на язык современности, нет пошлости, нет надуманности, нет неправды. В этом все правда, все возможно. Но это и не только пересказ Шекспира, это музыкальная история, в первую очередь, конечно. И гениальная. Для музыкальной истории, безусловно, в первую очередь, нужна музыка, и музыка Бернстайна выше всяких похвал. Сегодня лишь увидела тебя, и сразу мир оделся красками весны. Я знала, будет так. И сбудутся сегодня моих мечтаний золотые сны. Сегодня лишь увидел я тебя и понял. До сих пор и не жил я. Висайская история – поразительная вещь. Ты сочувствуешь всем тем, кто там живет в этих обстоятельствах, хотя персонажи далеко не самые прекрасные. Ты живешь надеждой вместе с ними на лучшее, на то, что можно вырваться из беды, из мрака, из кошмара. Можно вырваться при помощи любви, поверив в любовь. Можно вырваться и достичь света, счастья и правды. В конечном итоге так и происходит, но, как чаще всего происходит в нашей жизни, прорыв происходит, когда ты жертвуешь собой. И в этом смысле перекличка Висайской истории с Ромео Джульетты и, может быть, еще с чем-то, что было раньше, с тем, что будет и сейчас. И дальше она очень точная. Этот закон остается в человеческой жизни. И вот, чтобы к этому закону относиться нормально, к тому, чтобы в идеале быть к нему готовым, надо смотреть эти фильмы. Они правдивы. Они говорят языком искусства, а, самым главным, в том числе и о жертве ради любви, ради любимого человека, ради правды, ради чистоты. Если бы не было музыки, это, возможно, был бы комикство Шекспира. Но музыка оживляет эту идею. Она дает право на такое пересмотрение Шекспира. И то, что говорили тогда, 50 лет назад, вот время прошло, и можно посмотреть теперь другими глазами. И можно посмотреть, что это совсем не комикс. Можно посмотреть, какое колоссальное влияние Висайская история оказывала вообще на все дальнейшее развитие и мюзикла, и кино. Я так и не смог поверить. Твоя любовь верила. Здесь у нас бы все равно ничего не вышло. Так давай уедем. Да. Мы можем. Мы уедем. Да. А, как это мило. Ты мне принес вина? Отложи-ка мне свою саблю. Подержи. Саблю? Зачем? Без сабли, солдат, что роза без шипов. Понял? Это детство. Это детство. Я не смогу сейчас вспомнить год, но поскольку фильм имел счастливую судьбу в советское время, его показывали много раз. Жерар Филипп не может оставить равнодушным. Такая фантастическая энергия, такое точное отражение всех лучших мужских качеств. И в то же время изящность, непринужденность, это в каком-то смысле может быть идеал, по которому я отчасти равняюсь. Я не могу сказать, что я пытаюсь у него учиться. Мы выбираем себе всегда образцы для подражания. Все равно каждый, и просто человек в быту, и уж тем более, если ты работаешь профессионально на сцене. Вот Жерар Филипп для меня один из маяков, на которых ориентируюсь. Поэтому, говоря о фильме «Фан-Фан-Тирпан», буду говорить о Жераре Филиппе. А, соответственно, советую посмотреть этот фильм или пересмотреть. Я уверен, что этот фильм так или иначе видели все мои сверстники, и те, кто у меня старше, да и те, кто несколько моложе. Я очень хотел бы, чтобы вот смотрели на этого актера, очень, к сожалению, недолго прожившего, о том, как может блистательно человек существовать в этой профессии. Вот есть люди, которые родились для того, чтобы быть на сцене. Есть люди, которые родились для того, чтобы быть в кино. А Жерар Филипп — это одно из первых имен в этом списке. Вы меня узнали? Дорога. Бандиты. Тюльпан. Фан-Фан. Фан-Фан? Она меня узнала, я был уверен. Пустите меня. Она меня полюбит, раз это судьба. О, Анриэта. Дай его. Вы любите меня скорей. Если вспоминать о своем детстве, у меня детство было в этом смысле счастливое. Я жил на окраине Ленинграда, в районе, в котором было не так много домов, зато было много парков и даже фактически леса, новостроек. И поэтому буквально побоище даже происходили в виде шпактов и так далее, и так далее, и так далее. Разыгрывалась история Фан-Фана Тюльпана. Он оформил в том числе понятие о благородстве. Он оформил понятие о достоинстве, чести и о поведении человека. Оформил даже физически. В чем волшебство кинематографа, что он действительно тебя формирует. И оставаясь зрительными образами в тебе, он тебя может формировать спустя десятилетия. Поэтому хорошее кино – это счастье, и плохое кино – это большая беда. Ты все-таки меня любишь. Я еще ни за одной девушкой так не бегал, как за тобой. А ты говорил, что не любишь меня. И ты поверила. Я могла бы выдать твои планы. Ты их не знаешь. Ты хочешь лишить наследство Ричарда. Эленор тоже знает это. Наш старший сын умер. Я не назвал наследника. Она знает, что я хочу отдать трон Джону. А она хочет отдать ему Ричарду. Мы откровенны в этом. Нам трудно сейчас очень точно говорить о том, как действовали герои времена Анжуйской империи. Это действительно трудно, потому что все-таки XII век, и мировоззрение, мироощущение, поведение людей, они, я думаю, очень серьезно отличались от того, что мы сейчас можем видеть просто на улице. В быту не изменились, безусловно, страсти, не изменились какие-то основные внутренние двигатели нашей жизни, но поведение совершенно иное. И поэтому, конечно, сама пьеса даже, Лев Зимой, она, мне кажется, все-таки это фантазия, блистательная фантазия на тему того, как бы это могло быть. Никто из твоих детей не любит тебя, потому что мы грыземся. Ты скажешь, что все трое, хотя, ну, жалок тот принц, который не хочет ее. Они грубят меня, бунтуют, но именно такие сыновья и нужны мне. Я тоже огрызался, устраивал заговоры, и вот почему я жив, я король, и мне уже 50. Там решаются как раз вопросы, которые близки и нам сейчас. Вопросы отношений мужчины и женщины, вопросы любви настоящей, открытой, и именно любви к человеку, или же вопросы реализации собственных амбиций, которые побеждает и любовь в том числе. Вопросы взаимоотношений в семье, когда, опять-таки, жажда удовлетворения каких-то определенных страстей, она превышает привязанность родственную, кровную. И это нам сейчас, кстати, для нас это очень актуальные вопросы. В этой пьесе все-таки в финале-то понятно, что на самом деле самое драгоценное все-таки иное. Самое драгоценное – это сердце человеческое. Перестань боевать со мной. Тебе угодно, чтобы я сдалась, сломалась, отступила? Да, мне немного покоя. Почему так скромно? А вечный покой тебя устраивает? Я влюблен именно в тот фильм из-за, опять-таки, эстетически он, на мой взгляд, почти совершения. Он, там есть вот та самая золотая мера, когда ты абсолютно веришь тому, что ты сейчас наблюдаешь этот замок Шенон, и это 12 век, и это действительно те действующие лица, это действительно Леонора Квитанская, и это действительно все тогда и так, но в то же время эти люди тебе абсолютно понятны. Они живые, они сейчас. И в этом потрясающая заслуга и режиссера, и, конечно, актеров. И Питера Тулл, и в особенности Кэттен Хэбберн, там феноменальны. Вот, когда я хочу немножко поправить что-то актерское в себе, когда мне хочется посмотреть на какой-то образец, к нему прикоснуться, я возвращаюсь к этому фильму. Я обожала тебя. Никогда. И сейчас тоже. Из всей лжи, разделяющей нас, это самое ужасное. Знаю. Поэтому я и приберегла ее. От этого фильма можно получить колоссальное эстетическое наслаждение. На этом фильме можно встряхнуть свою душу, на этом фильме можно получить воспитание душевных качеств каких-то. Это очень важно. И потом там блистательные работы, помимо тех, кого я перечислил, и Нэнтони Хопкинс, и Тимоти Далден. Просто потрясающее наслаждение смотреть за актерской игрой. Ты выпустишь меня на Пасху. Чтобы в Святое Воскресенье ты снова напала на меня. Может быть, я так и сделаю. А может быть, нет. Прекрасно. Бросьте эту затею. Не беспокойтесь, сегодня у меня выходной. Нам всем необходимо когда-нибудь отдыхать, в том числе и душой отдыхать. Если хотите, есть такое слово «развлечься», «развлекаться». Так вот, фильм «Как украсть миллион» в принципе это развлекательный фильм совершенно. Это могло бы быть, ну я не могу сказать «пустышка», это неправильно. Но могло бы быть совсем вот такое легкое чтиво. Если бы не блистательный дуэт артистов, которых и того, и другое я очень люблю. И люблю смотреть на них на экране. Вот. Одри Хэбберн – это особая вещь. Фантастическая женственность, очарование, красота. И в то же время, глубина и правда. Даже в этом очень, как бы, таком шутливом, несерьезном сценарии. Они очаровательны. В первую очередь, Одри Хэбберн вместе с ней и Питер Отул. И опять-таки, возвращаясь к тому, что я вот буду, может быть, это постоянно повторять в сегодняшней нашей встрече, но буду повторять. Это очень красивый фильм. И мне кажется, что сейчас необходимо не только красотой себя выручать и спасать, но и красоту выручать и спасать. А мы можем это делать, вот даже пересматривая старинные красивые фильмы. Вам ничто не грозит. Вы уже не малолетний преступник и еще не закоренелый уголовник. Но мы это сделали. Это же преступление века и совершили его мы. Все фильмы, о которых мы сегодня говорили, на мой взгляд, нужно пересматривать ради этого. Для того, чтобы жизнь была красивее. Редактор субтитров А.Семкин